Неофициальный зимник, который проходит через Зелёный Лог в Якутске, могут узаконить. Эта тема обсуждалась сегодня в правительстве республики. Затронута и организация защиты населения на водных объектах в предстоящий зимний период. Передаёт наш корреспондент Виталий Абрамов. Чтобы избежать многометровых, а иногда и километровых очередей на паромы, в период, когда река только начинает покрываться льдом, жители Заречных Улусов своевременно пытаются запастись продуктами и доделать оставшиеся дела. Ну, в месяц, пару раз обязательно приезжаем за товаром. Вот сейчас закупились впрок. Но всю жизнь сталкиваемся с подобной проблемой. Жалко всего потерянного времени. Речники говорят, что шуга уже пошла, и им осталось работать максимум неделю. Тяжёлый буксир речпорт выделяет. Если будут выделять, значит, ещё дня два продлится на два дня попозже. А потом будет ледокол в Шатайске ходить. Да, лорпуски на тюктер. Пассажирские катера перестанут курсировать уже через пару дней. Взамен им готовятся к выходу суда на воздушных подушках. Ходить они будут с 202-го микрорайона. Да, я примерно, думаю, через неделю, наверное, примерно так. Может и раньше. А цена, значит, в это время, когда пересадки возим, стоит 2000. Потом, значит, река встаёт, очищаем дорогу, ходим напрямую, цену скидываем до 1000 рублей. Чтобы избежать разнообразных акцессов в это время, в правительстве уже начали принимать меры. Планируется, что в местах массового скопления граждан в обязательном порядке должны дежурить представители правоохранительных органов и спасатели. По началу движения ледокола пока точных сроков нет. Всё зависит от погоды и уровней воды. О сроке традиционных авиаперевозок уже известны. Вертолёт начнёт курсировать по маршруту Маган-Нижний Бестях с 19 октября. Цена билета составит 4000 рублей. Между тем, на севере навигация уже закрыта. В остальной Якутии постепенно убираются понтонные мосты. И население начинает выходить на неокрепший лёд. Немного анализа деятельности в зимний период 15-16 годов. Большинство несчастных случаев происходили в период формирования ледообразования и разрушения ледового покрова. Было зафиксировано 16 случаев провалов автотехники под лёд с гибелью 6 человек. В связи с этим 16 октября в республике будет объявлен месячник безопасности на водных объектах. В это время совместная комиссия особо строго будет следить за несанкционированными выходами на лёд, в том числе автотранспорта. Официально в зимний период планируется открытие 49 ледовых переправ и 23 автозимников. Стоит отметить, что одна из главных несанкционированных ледовых дорог в республике, прокладываемая самими водителями через Зелёный Луг, в этом году, возможно, станет законной. В Зелёном Луге мы будем рассматривать вопросы по спортизации дороги и дальше будем рассматривать переход до 5 тонн. Будем рассматривать вопрос, каким образом организовать, чтобы население, автомобильные, легковые автомобили переходили. Данный вопрос будет рассматриваться административной комиссией города Якутска и УПРДОР Вилюй, на балансе которого находится официальная переправа Якутск-Нижний Бестях. Виталий Абрамов, Владимир Павлов, НВК Саха, Якутск.